Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» об актуальных новостях региона. Расскажут мои коллеги и я, Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. В прямом эфире. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев отвечал на вопросы жителей республики. Чьи в лесу шишки. В республике идет заготовка семян хвойных пород деревьев. Думать заранее. Чувашия присоединилась к единому дню пенсионной грамотности. Сегодня Михаил Игнатьев встретился с журналистами ведущих изданий республики. За два часа беседы успели обсудить и самые резонансные темы, и вопросы, которые волнуют жителей муниципалитетов. С подробностями Дмитрий Ковалев. Со дня последней встречи главы региона с прессой прошел ровно месяц. Его отпишущую братью снова пригласили в Дом правительства. Свои вопросы Михаилу Игнатьеву подготовили более 40 журналистов. Ожидаемо, что первой темой, поднятой журналистами, стала ситуация вокруг Чувашкредитпромбанка. Глава региона отметил, что вкладчиков в беде не оставят. В ближайшее время пострадавшим начнут выплачивать страховку. Завтра для учета приезжает руководитель агентства по страхованию вкладов. И по механизму, начиная с 21 ноября, будут начаты выплаты, касаясь моей работы. Я, начиная с 2010 года, когда вступил в эту должность, ездил в Центральный банк Российской Федерации, показывал, какая ситуация, когда контрольный пакет ушел, какие средства были выведены. Бизнес тоже не должен страдать. Все вопросы будет рассматривать конкурсный управляющий банка, отметил Михаил Игнатьев. Поэтому те средства, которые будут собираться, поэтапно, пошагово, они будут выданы тем, кто имел там вклады. Михаил Игнатьев рассказал, и с какими итогами республика подходит к концу года. Наметился рост в реальном секторе экономики, продолжает увеличиваться доходная база бюджета, превысили прогнозы и объемы водожилья. В квадратных метрах это 637 тысяч квадратных метров. Это включая мероприятия национального проекта. Строители поэтапно переходят на систему искро у счетов. Глава региона отметил, что новые правила работы должны защитить дольщиков. 30% подрядных организаций и многоквартирных домов строятся по новому механизму. Это дало, наоборот, возможность достроить, сдать в эксплуатацию эти дома. Еще одна обсуждаемая тема – оптимизация библиотечной системы и клубов столицы. В правительстве региона эту проблему взяли на контроль. У нас право есть отдельные учреждения библиотеки или школы искусств забрать на республиканский уровень и, соответственно, финансировать за счет регионального бюджета. Дал поручение соответствующим отраслевым министерствам. У нас нет такой цели любой ценой закрыть эти библиотеки и забыть про все это дело. Немало вопросов от районных газет. Журналистов из Цивильска волнует, когда в муниципалитете начнет работать станция очистки сточных вод. Экспертизу проводят данного объекта. Какое оборудование надо еще докупать, чтобы очистные сооружения заработали. Уже решенным вопросом глава региона считает и запуск троллейбусного сообщения между столицей республики и городом-спутником. В ближайшее время начнутся работы. Это наиболее выгодный экологичный и экономичный вид транспорта. Мы в своей работе должны просчитать стоимость всех этих расходов. Несмотря на плотный рабочий график, встречаться с прессой глава региона планирует чаще. Это необходимо и для того, чтобы наладить обратную связь с жителями, отметил Михаил Игнатьев. У вас еще больше информации, потому что к вам обращаются по тем проблемам, которые есть. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Вилиев. Республика. На связи вся республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев продолжил отвечать на волнующие жителей вопросы в прямом эфире национального телевидения. Три дня колл-центр собирал и обрабатывал сообщения, поступающие на прямую линию. Жители некоторых районов сами записали свои вопросы на видео и прислали прямо на телевидение. Благосовременные технологии позволяют снимать даже на телефон. Традиционно самые популярные вопросы касались сферы здравоохранения и ЖКХ. Часть жителей дозванивалась в прямой эфир, часть вопросов озвучивали ведущие. Например, в Цивильском районе просят построить дамбу в Мариинском посаде, решить проблему с дорогой. В Красных Читаях поддержать народные театры и самодеятельные коллективы. Самая горячая тема последних дней – лишение лицензии Чуваш-кредит Промбанка. Из-за этого одно из товарищ-собственников жилья потеряло деньги. Мы со своей стороны принимали максимально все меры для того, чтобы счета государственных предприятий, счета муниципальных предприятий там не находились. И все те, которые прислушивались, вывели отсюда свои счета. Завтра в ДК Уксайе в 13.00 часов будет проходить рабочая встреча с участием руководства арбитражной или временной управляющей Пожарской. С агентства страхования вкладов приедет заместитель. Мои вице-премьеры будут участвовать. И там будет открытый разговор. И будут проведены соответствующие работы, как вам в данном случае поступить, не затрачивая лишнее время. Только за время прямого эфира мы получили более 60 вопросов. Всего же за несколько дней с проблемами обратились около 240 жителей. Все обращения, даже если они не прозвучали в прямом эфире, будут рассмотрены. Многие вопросы глава региона взял под личный контроль. Все они направятся в министерство и ведомство для детальной обработки. В продолжение темы. Банком-агентом по выплатам страхового возмещения вкладчикам Чувашкредитпромбанка стал Россельхозбанк. Агентство начнет прием документов от вкладчиков индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, отнесенных к малым предприятиям, с 18 ноября. По предварительной информации, за выплатой страхового возмещения на сумму 2 миллиарда 730 миллионов рублей могут обратиться не менее 11 300 вкладчиков, в том числе 1400 малых предприятий. Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы – одна из составляющих национального проекта, направленного на развитие малого бизнеса. Сегодня в столице Чувашии состоялся обучающий семинар. Его организаторы – корпорация малого и среднего бизнеса, акционерное общество, МСП Банк и наше Министерство экономического развития. Темы – меры финансовой, гарантийной, лизинговой поддержки для тех, кто решил открыть свое дело или хочет расширить его. Отдельное внимание было уделено развитию сельскохозяйственной кооперации. Представители компаний представили свои программные продукты, благодаря которым бизнес-сообщество может получить господдержку в сфере кредитования, лизинга, поручительств. В рамках семинара прошли круглые столы. Что же касается сервисов для действующего бизнеса. Конечно, здесь самый актуальный вопрос – это где взять деньги. Бизнес-навигатор поможет без проблем получить все возможные, отобразит кредитный продукт различных банков, покажет условия действующей инфраструктуры поддержки бизнеса. Мы здесь говорим о льготных займах, о поручительствах. Должников по алиментам становится меньше. Это результат эффективной работы специального комплекса. Об этом главный пристав Чувашии Анвар Закиров рассказал главе республики. На встрече обсудили итоги работы за 9 месяцев этого года. За 9 месяцев этого года судебные приставы республики взыскали с должников более 4 миллиардов рублей. И это на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Сумма взысканная по алиментам тоже за 10 месяцев составляет уже порядка больше 130 миллионов рублей. Это больше, чем в прошлом году. Мы эту работу также продолжаем. Понимаем, что работа нужна такая планомерная, точечная, с каждым производством. Быстрых результатов не ждем. Но настроены на продолжение этой работы. Еще одна программа, эффективность которой налицо – дорожный пристав. За 9 месяцев совместной работы сотрудников ГИБДД и приставов были арестованы почти 400 машин. Взыскать удалось около 8,5 миллионов рублей. У нас была просьба рассмотреть вопрос о возможности приобретения такого дорожного пристава, этого комплекса за счет бюджета республики. Потому что этот комплекс дорожный пристав стоит порядка 1-600 тысяч рублей. А практически готовы за 2-3 проведенных рейда окупить полностью стоимость этого комплекса. Михаил Игнатьев отметил высокую эффективность работы судебных приставов. Рассчитывая, что взаимодействие и консультирование с другими органами власти, органами местного самоуправления, мы здесь практически будем так же жестко работать. Не нарушает ли сосед границы вашего участка? Это в ближайшее время выяснится доводы товарищества «Заображное». В Чебоксарах. Там кадастровые инженеры уточняют границы участков. Причем для владельцев земли и домиков это бесплатно. Ольга Пырочкина подробнее. Это у нас GPS-приемник «Тримуг». На высоте 20 тысяч километров летают спутники. GPS американской системы и российская ГЛОНАТСЯ. Они передают сигнал сюда. Мы, допустим, ставим на угол забора. Идет определение координации. Инженеры-геодезисты Виктор и Сергей работают в садовом товариществе «Заображное». Сейчас ноябрь, дачников на участках мало. Те, что встречаются, знают, чем занимаются специалисты. Председатель развешивал везде объявления. То есть люди как бы предупреждены. Они уже понимают, что это не разбойники здесь гуляют. А люди уполномоченные проводить кадастровые работы. Раньше границы участков обмеряли точечно и исключительно за счет владельцев. Однако изменения, которые внесли в земельный кодекс, расширили полномочия местных властей. С тех пор заказывать комплексные. То есть массовые кадастровые работы на частных земельных владениях в пределах населенного пункта могут и муниципалитеты. В Чебоксарах начали наводить порядок в документах садового товарищества «Заображное». На данном этапе происходят полевые измерения. То есть полевые работы. Что из себя заключает полевая работа? Это оценка недвижимости, какая этажность, характеристика стен, гидридические измерения, согласование границ на местности. И следующий этап – расчеты, перерасчеты. Городским властям это нужно, чтобы выявить бесхозные земли и четко знать границы частных участков в случае прокладки коммуникаций. Самим владельцам, чтобы в полной мере распоряжаться своим имуществом. По нашим ресурсам, сыновьям, детям, ручкам оставить, чтобы законам проблем не было. Самое основное – это чтобы не было споров между соседями, что, как бы, не зная своей границы, люди начинают осваивать, скажем так, залезать на чужую территорию. Постройками, посадками, ну и чтобы правильно разместить свои объекты, чтобы потом можно было оформить свои права и благополучно распорядиться этой недвижимостью. Все-таки наличие границ, оно, скажем так, повышает в цене, мое личное мнение, увеличивает цену, допустим, недвижимости. Еще один плюс для владельца в случае комплексных кадастровых работ. Если садовод занял участок больше, чем числится за ним в документах, он сможет оформить излишек в собственность. Однако есть ограничения по размерам. Замеры на местности продлятся до конца года, если определенные границы не устроят кого-либо. А спорить результат можно будет на специальной комиссии. Она приступает к работе в следующем году. Ольга Пырычкина, Борис Андреев, Бахтияр Велиев, Республика. В Чебоксарах, как и по всей стране, сегодня прошли уроки пенсионной грамотности. Провели его специалисты отделения Пенсионного фонда России в столице. Уровень знаний в этой сфере повышали студенты сельхозакадемии в рамках единого дня. Готовься к зимелетам, а к пенсии с юных лет. Диалог между специалистами Пенсионного фонда и студентами был предметным. Для многих молодых ребят пенсионное накопление – уравнение со многими неизвестными. До этого дня не совсем задумывалась насчет пенсии. Как и что. Сегодня рассказали нам подробно, что можно посчитать пенсию на сегодняшний день. Если я уже работаю, если заинтересована в этом, по баллам, по сумме. Фиксированная выплата есть. Как заработать страховой пенсией, сформировать накопительную? Каков порядок формирования пенсии тех, кто уже начал свою трудовую карьеру? Какие факторы влияют на размер пенсии и почему белая зарплата – залог достойной жизни в будущем? Студентов интересовало, отразятся ли в будущем на размере пенсии и войдут ли в трудовой стаж декретный отпуск, службы в армии и уход за пожилыми родственниками. Думаю, что о пенсионном возрасте нужно задумываться уже сейчас, потому что все зависит от трудового стажа. В школах и университетах нужно проводить побольше таких лекций, так как происходят изменения. Например, сейчас поменяли СНИЛС на электронный вариант. Ответственность за свое завтра несем только мы. Понимание очевидных вещей в пенсионном законодательстве – это залог нашей безбедной старости. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. Сбор урожая еще не закончился. Сейчас горячая пора у лесных хозяйств. На плантациях полным ходом собирают шишки хвойных деревьев. Это позволит обеспечить всю республику лесосеменным материалом повышенной генетической ценности. В помощь хозяйствам новая техника. Как готовятся семена к следующему посеву, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Чинными рядами юные саженцы игольчатых тянутся к небу. На площади 300 квадратных метров растет сосна обыкновенная. Молоднику скоро будет два года. Тогда его пересадят на плантации. Сейчас у работников лесохозяйств горячая пора – сбор урожая. Очень кстати, пришлась новая техника, поступившая республику в рамках национального проекта «Экология». Сейчас нам дали новую технику и спробовали. Отличная техника. Не надо привлекать народ посторонний. Справляемся своими силами. Облегчает сбор шишек с высоко стоящих деревьев. А сейчас уже можно с элитных высоких деревьев, которые уже дающие хорошее селекционное потомство. Машина крепко стоит на четырех лапах, облегчая доступ к лучшему семенному материалу. А высота здесь 14 метров. Проходим технику безопасностью, специальное оборудование, ремни безопасные, пристегиваемся. Урожай шишек со всех уголков республики после сбора отправляют сюда. На Ибресинскую шишко-сушилку. На сегодняшний день заготовлено 10 тонн шишек сосны. Сегодня приступили уже к извлечению. В рамках доведенного газозадания до нас доведено 153 килограмма семен. В том числе 103 килограмма мы должны извлечь семена сосны. От шишки до готового посевного материала. Путь долгий и кропотливый. Семенной материал отправляется сначала в камеру временного хранения, очищается от мусора, затем в камеру предварительной сушки. На пяти стеллажах по 300 килограмм ароматных шишек. Пять-шесть дней в сухой бане при температуре от 20 до 40 градусов. Они начинают щелкать и раскрываться. Затем их затаривают барабаны. После суток можно увидеть результат. Отработанные шишки идут на топку, а зола на удобрение плантаций. Такое вот безотходное производство. Отработанные шишки кидаем в печку. За сутки добывается 3,5 килограммов семян. Сырье обеззараживают, сушат, через сито очищают от крылатки. Затем отправляют на хранение. До пяти лет семена ждут своего часа вот в таких вот герметичных бутылях. Только в одной бутыле около 10 килограммов семян. А это 700-800 тысяч будущих деревьев. На этом стеллаже, на этой полке стоят семена одной партии. Заготовленные в одном месте, сформированные с документами. И в каждой бутыле лежит кобальтовая бумага для контроля за влажностью семян. Лучшие из лучших из этого семенного склада в следующий сезон отправятся на плантации, чтобы начать новую вечно зеленую жизнь. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. Чувашская речь на Самарской сцене. Дни культуры нашей Республики прошли в Самарской области. Делегация из Чуваши отправилась в Самарскую область. В начале этой недели гостей по традиции встречали хлебом-солью. Около гардеробной случайно встретила женщину. По акценту, видать, или как-то почувствовали мы друг друга. И заговорили сразу на чувашском языке. А ей оказалось 85 лет. И мы с ней уже как будто давно знакомы, разговорились. Торжественное открытие Дней культуры состоялось в Самаре на сцене Дворца культуры «Нефтяник». Затем коллективы из нашей Республики выступили в Тольятти. Праздничная программа посвящена столетию образования Чуваши. В Самарской области проживает немало Чуваши. И создано более 70 культурных национальных объединений. С Самарской области у нас компактно проживает Чуваши. Это Исаклинский район, Похвитинский, Клявлинский район, Шанталинский, Ченнавершинский. Проживают около 100 тысяч Чуваши. И поэтому у нас в каждом селении есть свои коллективы, творческие коллективы, которые именно работают местным фольклором. Привозят на областные фестивали, как наш фестиваль Кирзари, фольклорный фестиваль. Удивительные обряды привозят. Из Чуваши тоже привезли яркие выступления. Лучшие творческие коллективы нашего региона показали номера из Золотого фонда. Такого еще не было. Такого праздника с Чебоксарем. Именно с Чебоксарем. Такой ансамбль, такой коллектив. Дружный, красивый, хорошо выступали. Мы ждем еще, конечно, такие праздники. Чтобы не первый и не последний раз пела. Про нас не забывали. Ну и сами приедем мы к вам. Участие творческих коллективов в Самарской области в концертных программах в Чебоксарах. Это обсуждал с представителями Чувашских национальных объединений министр культуры нашей республики Константин Яковлев. Он же вручил благодарственные письма тем, кто хранит чувашскую культуру за пределами родной республики. Награждается благодарственным письмом художественный руководитель Чувашского фольклорного ансамбля Национальные чувашские песни, танцы и обряды с культурой народа нашей республики познакомили сотни гостей и жителей Самарской области. Это все новости четверга. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok